В разгар курортного сезона особое внимание уделяется качеству сервиса, благоустройству и безопасности пляжных территорий. Однако нередко поступают жалобы, что доступ к морю закрыт шлагбаумами, а за проезд необходимо заплатить. О таких случаях известно в Анапе, на Бугасской косе и на Ясинской косе в Приморско-Ахтарском районе. Для автотранспорта доступ закрыт в посёлках Ольгинка и Лермонтово-Туапсинского района. На вопрос, зачем установлены шлагбаумы, у местных властей ответа не оказалось. Мне кажется, какая-то бесхозяйственность, если уж по-честному говорить. И шлагбаум должен быть, не должен есть, взымается плата, не взымается плата. Вообще-то вот такая куставщина, если бы по-честному. Или кому-то выгодно, кому-то выгодно. Поэтому имели мы, понятно что, лишь бы сейчас перелистнуть страницу и забыть. И всё, чтобы по-прежнему осталось. Тогда от вас, именно от вас, я дожду чёткого такого доклада по существу. А вообще, в крае, коллеги, здесь, Министерство курортов должно быть. То есть, должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм. Как поступать, как действовать. Это зона ответственности министра курортов, который должен дать нам чёткий алгоритм режима и проезда или отсутствия такового на особо охраняемой природной территории. Много вопросов во время совещания появилось к главе Белореченского района. Ещё в прошлом году губернатор поручил предоставить местным фермерам землю для пастбища. Однако участки сельхозназначения передали коммерческой недродобывающей компании. Причём из 65 гектаров используются всего 16. Вениамин Кондратьев напомнил главе Белореченского района Дмитрию Федоренко, чьи интересы он должен учитывать в первую очередь. Есть поручение губернатора, оно основано, в первую очередь, на том, о чём люди говорят. Я всего лишь рекомендую просьбу жителей Белореченского района определённой части и ставлю на контроль эту просьбу. А если вы идёте вразрез с тем, о чём говорят жители и просят жители, тогда, по большому счёту, что вы вообще в этом кресле делаете, коллега? Если вы максимально лоббируете интересы, если это будет так, какой-то фирма, то зайдите туда и работайте, если по-честному. А моё поручение выполнять, а просто вот так взять и не выполнить, для всех коллег касается. Друзья, не согласны, я никого силой не держу. А по-другому потому, что я не могу подвести людей. Если вы можете себе позволить подвести своих жителей своего района, то я не могу себе это позволить. В рейтинг городов с невыполненными поручениями также попали Краснодар и Горячий ключ. В краевой столице затягивают со сносом незаконных Ларькова. В курортном городе отстают под темпом строительства спортивных площадок.